приветствую на второй лекции взгляните пожалуйста чем мы занимались на первой лекции мы аксиоматически ввели множество действительных чисел выписали большой набор аксиом было такое хорошо а по большому счету я так и не сказал да что такое множество действительных чисел для нас давайте это исправим просто взгляните и так дано множество на нем введены две операции сложение и умножение и там выписаны были первые 9 аксиом что они означают что и относительно вот этих вот операций является полем говорил я такие слова отлично двигаемся дальше введено отношение между элементами который удовлетворяет аксиомом ну там о 1 о 2 о 3 о 4 вот такое посмотрите пожалуйста это что означает что поле r является упорядоченным ну вот и мы остановились на том а насколько вот эти аксиомы то есть аксиомы упорядоченного поля выделяет однозначно поле r до множество действительных чисел нет мы еще знаем пример отличный от это множество рациональных чисел которое также является каким упорядоченным упорядоченным полем надо что-то еще добавить чтобы вот уникальность r было это можно сделать с помощью вот аксиомы которая опирается на порядок аксиомы непрерывности которую можно сформулировать так если а и b2 не пустых подмножество и причем а лежит левее бы это что означает для а из а большого для любого бы из бы большого а меньше либо равно бы тогда существует элемент c разделяющие эти множество то есть для любых а из а большого для любого b из b из b большого у меня выполнено а меньше либо равно c c в свою очередь меньше либо равно b оказывается что эти вот плюс аксиомы непрерывности уже уникальным образом выделяет ну надеюсь что у нас будет возможность это с вами доказать в дальнейшем но пока предлагаю другой путь давайте с вами посмотрим хорошо пусть у меня есть вот такой вот набор аксиом пусть у меня вот такая конструкция есть я попытаюсь понять ну насколько я тут богатую теорию построю если это все то что нам нужно то тогда уж и задумаемся о единственности о существовании так далее договорились вот такой план сейчас мы показываем насколько богата эта теория хорошо ведем с вами обозначение вот это можно записать значит а строго меньше b это что означает что от меньше либо равно b и а не равно b последнее нужно понимать как неверно что а равно b ну если я пишу а больше либо равно b то это в точности означает что b меньше либо равно а ну вот последние два равенства это мы определили ну как у нас есть сложение умножения да ну еще чего там не хватает до арифметических операций разности и деления до частного но вот мы определим разность элементов а и b это сумма а и противоположного как бы частная для b не равного нулю определяется как а умножить на обратный элемент b но все вроде логично ну теперь небольшая трудность она в чем заключается в том что теперь все что чем мы будем пользоваться мы должны извлекать из вот этих вот аксиом все сводить к аксиома то есть ну по большому счету все что мы там делали начальной школе и так далее да про действительные числа там теперь нужно как-то это понять что это следует из аксиоматики давайте я некоторые примеры приведу и так вот несколько пример ну из из аксиом поля давайте какие-нибудь следствия получим ну например что для любого а у нас а умножить на 0 это всегда 0 ну или вот такое давайте докажем что если а слева домножить на противоположный элемент к единице то получим противоположный элемент к ну действительно вот докажу вот это вот свойство и так коллеги а чем обладает ну вот 0 да как каким свойством обладает что если я прибавлю его к любому элементу получу сам этот элемент могу я вот так вот записать 0 0 плюс 0 это просто определение нейтрального элемента относительно сложения а дальше у меня есть свойство дистрибутивности так это девятая аксиома по номеру значит я могу что раскрывать согласитесь хорошо у меня есть равенство вот это равно вот этому что будет если я к обеим частям прибавлю у меня для любого же действительного числа есть противоположный значит и к этому элементу есть противоположное согласны что будет если я прибавлю получаю вот так коллеги согласны но у меня да есть ассоциативность операции сложения могу скобки вот так поставить тогда скажите мне пожалуйста что вот это такое что вот это такое отлично это просто 0 да значит у меня что стоит а 0 это а вот это плюс 0 а это есть в свою очередь ну представьте как нудно но приходится так как сказать если все доводить то полной строгости надо вот эти вот эти операции узаконит так все вот я вам показал как это действует ну давайте еще здесь покажем что я здесь должен показать что вот этот элемент есть противоположный а а как определяется противоположный элемент что его сложить с самим элементом получим 0 вот значит я что я должен сделать я должен посмотреть верно ли что если я вот это сложу с а то получу 0 ну тогда будет все доказано согласитесь можно я чуть-чуть ускорюсь прошу прощения вот скажите мне пожалуйста я смогу вот так записать по определению нейтрального элемента относительно умножения а дальше по дистрибутивности я могу вот так записать я еще и коммутативность да использовал с другой стороны переставил элемент а если я сложу элементы противоположные получу 0 и по первой по первому равенству получу нулевой элемент коллеги все ли понятно ну аналогично давайте вот здесь вот что если я два раза возьму противоположный противоположный к противоположному то что получу сам элемент да ну отлично вот проиллюстрировал давайте проиллюстрируем как из аксиом получать знакомые со школы правила работы с неравенствами ну пример опять я здесь парочку проиллюстрирую первые ну что естественный вопрос если я домножаю на минус единицу то должен что неравенство поменять знак давайте это узаконь итак для любых а и б из р из того что а меньше либо равно б будет вытекать что минус б меньше либо равно минус а пойдет отлично давайте это докажем сейчас не пишите я чуть-чуть подгоню мне время нужно значит у меня есть вот такое вот неравенство я что-то должен добавить по-моему вот это сработает да сработает так добавляю что у нас есть из аксиом порядка что если у меня есть верное неравенство то к обеим частям я могу прибавлять любое цель вот захотел вот такое вот прибавить скажите пожалуйста всем ли видно что если я вот так скобки расставлю то я получу ноль но я уж уже сокращу там по модуле того что у нас есть это у нас минус б согласны а это у меня что такое минус а отлично поздравляю давайте еще полезный факт про неравенство это то что для любого числа отличного от нуля его квадрат всегда положителен ну больше нуля да положительно давайте я вот сейчас определю в качестве задачки это хороший вопрос да не задавали ну воспринимаем я сейчас через какое-то время определю это что означает а в нулевой да мы по определению считаем единицей дальше по индукции но мне вот еще нужно чего там натуральные числа пообсуждать давайте дождемся пусть я вот пока с опережением пошел еще раз а квадрат это а на а хорошее замечание спасибо так ну поехали рассмотрим два случая первый случай это если у меня а больше нуля ну тогда согласитесь у меня одна из аксиом порядка говорит что верное неравенство что можно умножать на ну на не отрицательные числа да ну еще тогда если я домножу а на а квадрат здесь а на ноль получу ноль ну и давайте вот так в общем случае вот так будет ну осталось теперь обсудить почему здесь а ноль не получу предположим что я получил ноль да но тогда я могу домножить на а в минус первой так обе части по этому свойству я получу здесь ноль а здесь получу а что противоречит выбор все отлично ну значит здесь строгая неравенство отлично ну давайте здесь посмотрим что у меня пусть у меня а меньше нуля тогда у меня вот по доказанному а минус а больше нуля значит это сохраняет минус а на минус а будет больше нуля по пункту 1 ну а теперь вот это вот свойство вот я получаю здесь минус минусу а квадрат а это есть а квадрат ну вот такие занудные да рассуждения давайте я задачу оформлю можно было порядок ввести по другому сначала ввести положительные элементы ну давайте вот мы введем под множество это все действительные числа такие что ну а сейчас больше нуля давайте больше нуля множество положительных действительных чисел так и что я хочу чтобы вы сделали докажите что два факта первое это множество замкнуто относительно операции то есть если у меня x и y лежат в p то x плюс y и x умножить на y тоже положительные элементы и второе свойство что у меня для любого x из r без нуля верно что либо само число положительное тут разделяющая дизъюнкция или противоположное число положительное продолжаем разговор давайте определим модуль числа x значит это само число если x у меня не отрицательно и противоположное если x отрицательно ну опять давайте я какие-нибудь простые свойства обсужу которые нам тут же вот понадобятся значит первое что мне быстро понадобится что для любого а из r для любого давайте я вот так если а действительно и m больше либо равно нуля то вот это равносильно такому так ну занудно вы мне помогите только чтобы я побыстрее это сделал как-то поэкономнее какой никакой но здесь критерий да в обе стороны давайте необходимость проверим условия значит что мне дано мне дано вот это но отсюда я могу по свойствам умножать на минус единичку обе вот получаю вот это ну и давайте с вами рассмотрим что у нас выполняется ну пусть у меня а не отрицательное тогда у меня что выполнено а равно своему модулю а это меньше либо равно m коллеги согласны отлично потом вот это вот я запишу и потом запишу что у меня это меньше вот этого согласно вот отсюда отлично ну пункт b пусть у меня это отрицательное тогда у меня что выполнено минус а есть модуль а вот а сейчас наверное вот так да мне же вот а нужно да а хорошо а вот так да минус а это больше либо равно а минус m вот это у меня меньше нуля и вот использую это у меня меньше либо равно m так ну вроде бы рассуждение провел а коллеги давайте с вами обсудим что вот это вот тоже верно что мне дано мне дано вот это я снова рассматриваю вот задумайтесь я снова рассматриваю два случая тогда у меня либо вот это неравенства неравенство либо вот это превратится так коллеги все ну как-то себе там пометьте что тоже верно одно из неравенств левое или правое превратится неравенство один слева Хорошо, отлично. Давайте я здесь уберу. Второе свойство, которое буду часто использовать, это вот что. Так, ну не разница треугольника, да? Значит, для любых a и b из r у меня a плюс b, модуль a плюс модуль b. Ну тоже доказательства с учетом того, что мы обсудили, про неравенство тоже можно получить. А именно у меня есть вот такое вот. Вот, очевидно, модуль a меньше, сейчас, меньше либо равен модуля a. Тогда я могу расписать вот это, да, вы согласны? Еще раз, модуль a меньше либо равен модуля a. Ну тогда я вот расписал вот так. Ну тогда вот так, да, могу? Сложим, неравенства должны сохраняться. Значит, у меня вот так. И теперь воспользуюсь утверждением 1, где в качестве m фигурирует вот это неотрицательное число. Коллеги, как, все ли понятно? Все, замечательно. Ну вот я вам напомнил, как-то должен вселить в вас уверенность, что вот если при достаточном, при наличии достаточного количества времени, мы можем любые эти вот правила обосновать небольшой цепочкой рассуждений. Договорились? Все, дальше я уже безоговорочно пользуюсь всем, что там у нас в школе было, да, по поводу этих действительных чисел, операций. Кто желает, рассмотреть. Отлично. Беру. Ау, слушаю вас. Сотру. Я уже стер, давайте тогда в перерыве вы подойдете, я обсужу с вами. Отлично. Ну, какая есть определенная сложность? Давайте я сейчас здесь тоже еще на одну укажу. Скажите, как мне определить... Сейчас мы давайте важные числовые множества тут определим. Ну, не пишите, давайте с вами посмотрим. Ну, как мне определить множество натуральных чисел? Ну, понятное дело, есть у меня единичка, есть у меня 1 плюс 1. Ну, это будет двойка. 1 плюс 1. Тройка. А что тут мне 2 плюс 1? А что тут надо сказать дальше? Правильно. И так далее. А в чем сложность? Непонятно, что такое и так далее. Вот. Плохо. Поэтому надо аккуратнее определить. Давайте определим. определение множество S, числовое, в смысле подмножество S, называется индуктивным. Определяем память. Если, ну, во-первых, единица лежит в S. Во-вторых, из того, что элемент x лежит в S, x плюс 1 также должно лежать в S. Нетрудно привести примеры индуктивных множеств. Например, все это. Луч, чтобы это не начало, еще лучше не возникало, да, но луч там от всего там нуля до плюс бесконечности, пересеченный с рациональными числами. Опять еще нет рациональных чисел. Тоже пример индуктивного множества. Ну, я так вам. Так, а N мы как определим? Как наименьшее по включению индуктивное подмножество S. То есть как? Значит, это пересечение всех индуктивных множеств. Еще раз, индуктивным мы назвали подмножество R. Отлично. Ну, вспоминаем, на определении N основан принцип математической индукции. Давайте с вами вспомним или как. Пусть у нас дана опять, если я на уровень математической логики, то дана формула, да, переменной N. Ну, а для нас это последовательность утверждений, занумерованных натуральными числами. Если у нас известно, что первое утверждение при равном единичке истина, и если PN истина, то P от N плюс 1 истина, то все эти утверждения истины для всех N. Что еще раз, X отрицательное. Неважно, вот что написано, то написано. Пусть удовлетворяет вот этим условиям. Так, для любого, да, X и Z, если X принадлежит N, то выполнено вот это. Так, коллеги, ну давайте тут... Надо бы якобы доказать, но на самом деле это в точности переформулировка определения индуктивности. Давайте это я просто даже не буду выделять как факт, обсудим с вами. Обсудим, да, пусть... N это M. Это подножество. А зачем я так говорю? S. Так что P от N истина. Коллеги, видно, что я взял натуральный N с дополнительным условием. То есть это у меня выделяет подножество натуральных чисел. А всем видно, что вот это условие означает, что S индуктивно. Из определения, вот, сейчас, из условия, следует, что это индуктивно. Ну, действительно, это у меня единичка принадлежит S. Вот по этому условию. Если у меня N принадлежит S, то N плюс 1 принадлежит S по второму условию. Так. Но у меня N это наименьшее по включению, переключение всех индуктивных, наименьшее по включению. Что я получаю? Что собственных подножеств до S индуктивных не может быть. Значит, это у меня совпадает. Значит, интерпретирую, что вот это означает. Что у меня все утверждения P от N истины. Отлично. Поздравляю. Давайте с вами замечательно сделаем. Ну вот, еще раз. Вот у нас появился принцип математической индукции. Вот можно какие-то утверждения монотонно доказывать по индукции. Ну, например, вот такое утверждение. Что если у меня X и Y это натуральные числа, и пусть у меня X строго меньше Y, то разность Y минус X это у нас натуральное число. По индукции это можно доказать. Чуть муторно. Давайте вот я пока так, в виде замечания оставлю. В частности, давайте с вами посмотрим. У меня Y, вот, если выполнено вот это. что оно из себя представляет? Оно из себя представляет что? Ну, скажите, пожалуйста, это X плюс N. Правильно? Коллеги? Да, давайте вот, что такое натуральные числа? Я с единички начал и дальше стартую вот так. У меня все элементы больше либо равны, все натуральные числа больше либо равны единиц. Значит, это у меня больше либо равно единице. И значит, я получаю, что у меня, если у меня Y строго больше Y строго больше X, то я могу здесь единичку добавить и будет больше либо равно. Все, отлично. Давайте по модуле этого замечания я докажу один факт, которым, надеюсь, сегодня воспользуюсь. У вас это будет, конечно, на дополнительном курсе. Повторите. так, я рекомендую 2. Пусть у меня не пустое подмножество N. Тогда в нем существует минимальный элемент. у нас не было определения минимального элемента, но давайте оно настолько простое, что можно его здесь записать. Это что означает минимальный элемент? Ну, во-первых, это элемент А, а во-вторых, он наименьший. А что это означает? для любого N из А у меня M меньше 2 равно N. Согласен. Докажем это утверждение. Предположим, что в А нет минимального элемента. Рассмотрим вот такое вот множество тех х из N, которые удовлетворяют условиям. условий Ян, но тут переменная для любого N маленького из А у меня х меньше N. Коллеги, дайте знать, понятно, как определил подмножество натуральных чисел вот с таким условием. Давайте мы просто как-то покажем, что оно нам поможет доказать теорию, как вспомогать. Ну давайте с вами обсудим. Скажите мне, пожалуйста, все ли видели, что единица лежит в M. в M попадают все натуральные х, которые меньше любого элемента из А. Так, ну-ка, сейчас верно, да? Да, совершенно верно, да, вот отлично. Так как в А нет элемента наименьшего, вы согласитесь, что все натуральные числа у нас больше либо равны единице, если бы единица принадлежала А, то она по определению была бы минимальным элементом. Значит, Единица не лежит в А. Так, коллеги? Давайте с вами посмотрим, а что отсюда вытекает. Да, вытекает. Еще раз. Ну, тогда все элементы из А, они строго больше единицы. Равенства не может быть. Ну, тогда это означает, что единица лежит в А. Все отлично. Давайте сейчас, коллеги, давайте я закончу, потом отдохнем пять минут. Пусть у меня х попало. пусть и х попало. Давайте я покажу, что х плюс один тоже попадет в М. Тогда оно будет индуктивным. А как это? Ну, все рассуждения здесь по одному линалу идет. Надо индуктивное подмножество n построить, а потом сказать, что раз n наименьшее по включению, то тут совпадение. Вот один и тот же алгоритик. Вот я теперь беру х лежит в М. доказать, что х плюс один лежит в М. Индуктивность получит. Предположим, что х плюс один не лежит в М. Тогда давайте с вами посмотрим, что такое не лежит в М. Значит, для него не выполнено вот это. Не торопитесь. не выполнено вот это. Значит, выполнено противоположное до рождения. Давайте его. А что это значит? Неверно, что для любого n выполнено это. Найдется n, для которого выполнено в другую сторону. Пишу. Тогда у меня найдется n откуда? Из а каким условием? Что х плюс один больше противоположное неверно вот как записывается? Больше либо равно n. Коллеги, отреагируйте. Я правильно записал условие? вот да, отлично. Двигаемся дальше. Я вот этим вот воспользуюсь. Значит, по определению, да, у меня если х сейчас лежит в m, то х у меня строго меньше m, и значит, по вот этому х плюс один меньше равно m. Вроде я правильно записал. Значит, еще раз, х у меня из m написано, тогда что? Должно выполняться вот записал, тогда вот этим воспользовался, записал. Давайте с вами проиллюстрируем, что здесь написано. Я утверждаю, вот осознайте, пожалуйста, следовательно, m это минимальный элемент a. a. Ну, коллеги, всем ли понятно, да? Ну, вот смотрите, m лежит в a. и какое бы я ни взял, у меня m, у меня выполнено следующее, правильно? То есть, у меня вот так выполнено, правильно? Отлично, значит, m это минимальный элемент. противоречие, да? Я предположил, что у меня нет минимального элемента. Давайте завершим рассуждение. Итак, у меня единица лежит в m, и как только у меня x попало в m, x плюс 1 лежит в m. следовательно, m, подмножество m индуктивное, следовательно, m совпадает с n. Ребята, ну-ка, давайте с вами посмотрим, что тогда у меня здесь записано. Что попало в m? Все числа натуральные. А что у меня по отношению a, по определению? Тут пропадают все числа, которые лежат строго лепее a. Ну, ничего не получается считать, что a это пустое множество. А это противоречит условию. Итак, мы с вами доказали, что в любом непустом подмножестве натуральных чисел есть минимальный элемент. Все, перерыв. Коллеги, быстро рассаживаемся. давайте введем еще числовые множества, которые будут часто использоваться. Что такое множество целых чисел для нас? значит, это натуральные числа, ноль объединения, да, и противоположные к натуральным. Значит, давайте я вот так запишу. Вот это означает, что этому множеству принадлежат противоположные к натуральным числам, и только они. Значит, итак, вот это, вот это. Множество рациональных чисел. Это множество дробей вида, где n пробегает целые числа, n натуральные. Так, ну, все остальное, все, что надо, будем по пути вводить. Давайте много вопросов по аксиоме непрерывности. Я предлагаю рассмотреть пример так, как тяжело. Так, рассмотрим вот такие множества. Пусть а состоит из положительных а малых, квадрат которых меньше двойки. множество b пусть состоит из положительных b, квадрат которых больше двойки. коллеги, согласитесь, это подмножество r. Согласитесь, что единица лежит здесь. Единица в квадрате меньше двойки. Так, а здесь лежит двойка. 4 больше двойки. Значит, это не пустые множества. Всем ли видно, что а лежит левее b? Нет, не видно. Давайте докажем. Значит, что я беру? Во-первых, из определения взял элемент вот отсюда, взял элемент отсюда. Что у меня есть? У меня квадрат одного больше двойки, а квадрат другого меньше. значит, я пишу, что это b у нас а квадрат просто у меня больше нуля. Согласны? Ну, это вот отсюда вытекает. Ну, в поле у нас все эти правила сокращенной, формулы сокращенной умножения работают, поэтому я вот так запишу. сумма двух положительных чисел положительное число, ну, это упражнение, обратное к положительному положительное, и если я домножу обе части на обратное к вот этому, я получаю, что вот это должно быть больше нуля. Ну, можно от противного предположить, что неположительно, тогда противоречие, да? Да, наверное, так легче будет. Коллеги, все понятно. Все отлично, то есть у меня а меньше b. Значит, итак, это в точности означает, что а лежит левее b. Коллеги, согласны? Продолжаем разговор. По аксиоме непрерывности у меня существует c, разделяющая эти множества. коллеги, вот это я записал. Ребята, фигурируйте, все ли понятно? Отлично. Ну, тогда у меня, да, в частности, у меня, ну, давайте, пригодится, вроде мне должно, когда я обдумывал, должно было пригодиться вот это. Значит, если я подставлю конкретные вот эти числа, то у меня будет вот так. Так, ну, скажите, пожалуйста, может ли у меня быть здесь строгая, да, не нравится? Давайте вот я вот так, да, напишу. Сейчас пока вот оставим этот, и я подумаю, нужно мне это будет или нет. Поехали. Я хочу показать, что это ровно то, что нам нужно. Давайте вот я картинку нарисую, я обещал иллюстрировать. Вот у меня есть V, вот есть а, вот есть C, разделяющий элемент. Значит, я хочу что, показать, скажем, да, что C в квадрате равно 2. двойки. Предположим, что, давайте я методом исключения сделаю. У меня какие возможны варианты, что это число больше, меньше или равно. Да, значит, давайте так, предположим, что C квадрат меньше двойки. А что это означает? То есть, да, C лежит в А. Ребята, согласитесь, коллеги? Вот. Давайте я приду к противоречию, а как приду к противоречию? Я возьму и завышу, и тоже покажу, вот здесь вот чуть-чуть отступлю вправо, и покажу, что число тоже, C плюс эпсалон, тоже попадет в А. И тогда вот мы из вот этого получим противоречие. Договорились? Какой план? Теперь я как бы вам показываю, из каких соображений мне вот этот сдвиг получить. Сдвиг небольшой, поэтому изначально я считаю, что сдвигаюсь не более, чем на единичку. Вот то, что я ищу, сдвиг, он меньше единицы. Значит, пусть у меня Эселон вот здесь. Тогда давайте вот с вами посмотрим, как выглядит вот это. Это у меня C квадрат плюс 2 Эпсалон 2C плюс Эпсалон. Могу вот так записать? Ребята, отреагируйте. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, можно ли да, можно ли мне здесь завысить? Я хочу здесь оценочку получить. Хорошо, вот это вот не превосходит четверки. Давайте я здесь, чтобы не доказывать, вот так возьму. Вы согласны, что 2C меньше либо равно четверки? Значит, это меньше либо равно четверки, а это меньше единицы. Строго меньше. Значит, сумма строго меньше 5, так? Если я не ошибаюсь и так, меньше C квадрат плюс 5 Эпсалон. О! Ну, теперь понятно, что мне взять, да, что если я Эпсалон возьму с дополнительным условием 2 минус C квадрат на 5, вот вроде такое вот, как вам такие доказательства? Оп, с потолка, да, взялось? Ну, ладно, хорошо, ребят, давайте с вами посмотрим, во-первых, я не нарушил логику, всем ли видно, что это положительное число? Это положительное число, и я взял, ну, вот какой-то Эпсалон здесь зафиксировал, для любого тут вот доказал вот эту оценку, а потом говорю, фиксирую Эпсалон вот с дополнительным условием, то есть меньше либо равно минимума из вот этого и вот этого числа. Договорились? Отлично, ну, тогда давайте посчитаем, как у меня выглядит квадрат вот этого числа. Это меньше, чем С квадрат плюс 5 Эпсалон, по доказанному, так, подставляю сюда, пятерка съела вот это, у меня будет что? С квадрат минус плюс 2 минус С квадрат. Ой, равно двойке. Забыл про внутренность, получил, что С плюс Эпсалон в квадрате меньше строго двойки. коллеги, ну, как, понятное рассуждение? Тогда что я получаю? Что С у меня плюс Эпсалон тоже лежит в А для положительного Эпсалона. Стоп, так я же пришел к противоречию. У меня все элементы из А должны быть лежать левее С. Так? Понятно, коллеги? А я нашел элемент С плюс Эпсалон, который лежит в А. Ребята, отреагируйте, все ли понятно? Мы не могли изначально взять какой-то рассмотрительный на Ну, вот взял для любого такого доказал вот такое неравенство. А потом подогнал Эпсалон, чтобы вот здесь стало меньше двойки. А потом взял, говорю, зафиксирую такое число минимум из единицы и вот этого положительного числа. Это число положительное, но тогда для него выполнено вот это. Все. Отлично. Вы задумайтесь, давайте так сейчас пока закончим дискуссию, вот вы чуть-чуть подумайте, что вот здесь по-другому нельзя, все равно нужно в технику влезть. Вот задумайтесь, просто так не получается. Ребята, отреагируйте, ну вот эти вот рассуждения чисто покажем, давайте логику вы же сами там через себя прокрутите, а так вот чисто формально переходы ясны, что я это делал. Вот отсюда взялось, что у меня эпсела меньше вот этого числа, но я просто на пятерку домножил, пять, делал вот это и заменил вот так. Так, коллеги, аналогично доказывается, упражнение аналогично доказывается, что вот такое неравенство не выполняется. Ровно такие же рассуждения, только вы получите, что тогда вот этой частью противоречить. Так, отлично, ну тогда методом исключения, это не выполнено, это не выполнено, значит, что выполнено? Равенство. Отлично. Коллеги, все ли понятно здесь? Итак, показано вот это. Теперь с вами давайте это тоже упражнение вам как бы почувствуйте. Надеюсь, что большинство из вас может доказать, что число корень из двух не является рациональным. так? Если вы это умеете делать, вы получите, что аксиома непрерывности не выполняется во множестве рациональных чисел. Давайте вот почувствуйте, коллеги, скажите мне, пожалуйста, всем видно, что вот это число разделяющее оно единственное. Почему? Это доказывается вот ровно вот так. пусть таких чисел два, как минимум тогда можно рассмотреть одно из них. Ну вот короче придете. Значит, это число ровно одно. Значит, это число называется да, c это корень из двух, оно не лежит в q. Значит, у вас есть, если я вот здесь рассмотрю вот такие чисел множество, то a лежит левее b, но не найдется элемента вот здесь разделяющего a и b. Дырочка во множестве рациональных чисел. И мы r получили заполнением этих дырок. Понятно, коллеги? Ну все, поздравляю. Так, надеюсь, я убедил в важности. Так, давайте я проговорю и можно убирать, да? упорядоченное поле, на котором выполняется аксиома непрерывности, называется полным полем. Таким образом, r это полное упорядоченное поле. Так, хорошо, все. У нас аж 10 минут осталось. Я планировал 40 минут с вами обсуждать. Ну ладно, так, зато ответил на вопросы, надеюсь. Так, следующий пункт точные грани. Я не буду выписывать без звания регалии точные грани числовых множеств. что ен-то такое? Давайте с вами обсудим. Пусть у меня е не пустое числовое множество. число, какое число? Действительно, число m называется верхней гранью множества е. Определяем понятие это понятие Если ну, мне кажется, это понятно. Это то, что не дает этому множеству граница его такая, не обязательно точная, да, если выполнено вот так. Множество е называется ограниченным сверху. Определяем это понятие. Если существует хотя бы одна верхняя грань множества е. Ребята, отреагируйте, пожалуйста, всем ли ясно, что если одна грань найдется для множества, то найдется бесконечно много таких граней. Почему? Потому что этому неравенству удовлетворяет и вот такое число, и вот такое, и вот такое. Понятно, коллеги, что если есть одна грань, то есть и бесконечно много. Не знаю, стоит мне сэкономить, давайте я устно проговорю, как вы считаете, как определить нижнюю грань. Ну, понятно, давайте, пишите, число м маленькое называется нижней гранью множества е, если для м, любого, что выполнено, x из е, x больше либо равно m маленького. множество множество еще раз, сло м маленькое называется нижней гранью множества е, если для любого x из е, x больше либо равно m. Множество е называется ограниченным снизу, если у него существует нижняя грань. Дальше множество е ограничено, называется ограниченным и если е ограничено сверху и ограничено снизу. Обязательная задачка для вас. Вот если остальное ну как бы сделали не сделали, то вот это вот как можно быстрее сделать надо. Значит, пусть у меня не пустое числовое множество е ограничено тогда и только тогда, когда что? Найдется c больше нуля, что для всех x из е у меня x по модулю меньше либо равно c. Да. Вот не уверен. Минимум и максимум должны принадлежать множеству, а вот то, что вы говорите, это не обязательно. Вот сейчас вот мы введем это, это будут точные грани. Вот сейчас буквально минутку. Коллеги, давайте я вот этот проиллюстрирую, может писать не надо, но вот это. Что значит множество е ограничено? Вы согласились, что найдется m, найдется m большое, что выполнено вот это. Давайте я сейчас не буду на это тратить время, но на следующей паре мы введем понятие отрезка. это все действительные x, которые лежат между mn. Значит, как это геометрически можно интерпретировать? Что множество лежит в некотором отрезке. Понятно? Продолжаю разговор. А как вот это можно интерпретировать? Вы согласитесь, что мы только что с вами доказали свойства, что это означает вот это. И вы согласитесь, что какой бы меня отрезок здесь не взял, я его могу расширить до симметричного отрезка, что в точности это и означает. Но детали вы должны довести. Так, поздравляю, теперь вот отвечаю на ваш вопрос. Вводим первое важное, так сказать, понятие, которое у нас связано именно с математическим анализом. Точные грани. Определение. Ну, давайте вот это вот прям я тут уберу. определение. Пусть у меня E неустое числовое множество. Наименьшее из верхних граней множество E называется точной верхней гранью или супремумом. множество множество E и обозначается суп E. Итак, мы с вами определили точную верхнюю грань или супремум множества E. Так, продолжаем разговор. наибольшая наибольшая из нижних граней множества E называется точной нижней гранью гранью или имфимумом множество E. Определяем это понятие и обозначается инф E. Небольшое утверждение можно как лемму оформить, но давайте как замечание. Замечания тоже будут равноправными утверждениями. я и доказательства проведу. Напишите замечание. Ну, реамбулу. Определение точных грани можно написать на языке неравенств. Определение точных грани можно записать на языке неравенств. А именно инфимум. Инфимум. С помощью неравенств. Число C является точной гранью, точной верхней гранью, супремумом, не пустого числового множества E в том и только в том случае, когда выполнено два условия. Первое. Второе. число B является инфимумом множества E тогда и только тогда, когда выполнено последствия. Так, это я сдвинул меньше, да? X штрих меньше C плюс C ну равноправное утверждение я должен его доказать. Давайте докажем, ну все, одинаково доказывается, докажем первое утверждение. Действительно, давайте это звездочка обзову, чтобы ссылаться. значит, условие один звездочка означает, что C ребята, что означает? Ну, вы согласились? Означает, что C это верхняя грань E. Все увидели? Так, пишу, что C это верхняя грань E. Такое условие в звездочка означает, что любое C' меньше C, какой C' не было такого C' есть. Давайте с вами посмотрим. Вот скажите мне, пожалуйста, вы согласитесь, что любое C' меньше C' я могу записать как C минус эпсилон, что фигурирует вот здесь. Значит, я утверждаю, что любое число меньше C не является верхней гранью E. C' ну, действительно, что значит не является верхней гранью? Неверно, что выполнено определение верхней грани. А что значит неверно вот это? Найдется элемент X' больше чем C' C'. Это ровно записано. Найдется элемент X' больше C' согласны? Так что у меня здесь написано? Верхняя грань такая, что никакое число меньше этого верхней гранью не является. Так что это такое? Ну, следовательно, следовательно, что C' это наименьшее из верхних граней E. То есть это супремум. Аналогичное утверждение для имфимума. Сейчас закончим. ничего. Сейчас давайте с вами посмотрим. А всегда ли у множества существует супремум? Да. По крайней мере, у него должны быть верхние грани. Правильно? Сейчас если не пустое множество, необходимым условием является наличие верхней грани, то есть ограниченность сверху. Замечательный факт, заключается в том, что это необходимое условие является достаточным. Давайте его запишем и лекцию закончим. Итак, следующая теорема 3, да, по-моему. Принцип полноты вверх трасса. Два утверждения разом давайте для ограниченных сверху и ограниченных снизу. Первое утверждение всякое не пустое ограниченное сверху. Второе утверждение для ограниченного снизу множество имеет, ну, для ограниченного сверху имеет точную верхнюю, для ограниченного снизу точную нижнюю грань. Аминь. 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 Продолжение следует...